приветствую всех чеканутых и долбанутых на теме влажного классического бритья таких же как и я братцы здравствуйте сегодня пришли две посылки возможно что в этой посылке все уже догадались но я предлагаю сегодня начать с большего они с меньшего к большему вот эту к посылку мы с вами попытаемся распаковать насколько мне позволит это сюда и техника и все сопутствующие и опыт да сейчас посмотрим а вот здесь еще как грязь грязь но все что ли не все еще а все так а все понятно здесь у нас шил трейдерс от компании от майка спасибо большое и тут видишь видите три что-то к 2 хабиб 0 и что-то еще лежит того что это что надо посмотреть но это мыло уже кто увидел их название это мне не все видно вам сразу видно а муж мне приходится доставать и какие-то моменты я упускаю и на них не обращаю внимание а напрасно да скажете вы и что давайте наверное здесь посмотрим что за мыло у нас вера ухта как а как она а как а как а где вот ларчик просто открывался еще немножечко упакованной шелухи наверно ох ты елки зеленые это не будешь какой-нибудь хендмейд да давайте я аккуратно попытаюсь вытащить это из коробки и покажу поближе ох какое твердое мыло это действительно похоже по твердости и плотности на немецкий табак просто кирпич сейчас я вам покажу чтобы было понятно не продавить видите такие вкрапления кофейно-молочные красиво так пока уберем это все все на солому и закроем что была красивая упаковка у нас на наших экранах так а что у нас тут по паролям и явкам а давайте вы почитаете я покрупнее покажу и все чтобы было понятно чтобы я это не озвучивал по 5 10 минут все и так видно ну да ладно мыло наверное сторону и здесь посмотрим а здесь что-то наверное станка подобное так но что же ух ты лезвие еще присланы вы посмотрите сейчас я вместе с вами это что-то такое бронзоподобное бронзообразное лезвие лезвие наше все да без хороших лезвий не будет хорошего бритья платином первый раз все-таки встречаю да собственно говоря стармакс тоже у меня по моему не было и здесь другой вариант той же самой компании так спасибо большое еще раз за лезвие очень приятно чтобы было сразу вставил старых станок и начинаем бриться давайте перейдем к самому интересному хотя лезве тоже интересно но здесь у нас что-то такое что непонятное пока да то есть по предназначению понятно и давайте это все сделать за кадром уж я думаю простят меня наши бритвоманова невозможно это очень плотно все за за конопатчина но это и правильно но это ведь им надо заниматься за кадром ручка у нас получается 1 а голове головы понимаете ли 2 1 у нас видите обыкновенно давайте по качеству по качеству поближе покажу чтобы не возникло вопрос шикарная обработка тяжеленная ручка на бронзу похоже так дальше у нас идет голова тоже я хочу отдать дань дань должного майку то что он всегда колечки присылает меня вот здесь куда-то закатило сейчас не буду искать потом посмотрю но везде он кольца страхующий фиксирующие до дающие безопасности нижней плите и вот мне очень нравится то что вот здесь вот как сделано форме логотипа компании видите крепежные моменты да ну скажем один из до составляющих и здесь сделано как раз вот форме логотипа это приятно я первый раз такое встречаю ну естественно майк до этого мне присылал станки и тоже такой же был на имеют вообще сам принцип вот такой и логотип и плита и все вместе с обратной стороны тоже посмотрим чтобы не возникал ни у кого никаких сомнений по обработке никаких царапин вытертости и потертости мы не наблюдаем здесь наоборот все только дорого богато весело нарядно так погодите сейчас мы вставим лезвие сначала а вот для этого то я лезвие нельзя вот знаете наверно сейчас не буду на это тратить время просто вот так вот просто и четко а ручка то одна но я конечно немножечко подготовился сейчас за кадром я взял еще один станок тоже какой нашел с этой такой золотистой ручкой тоже с бронзовой скажем так можно привинтить на этот станок ну чтобы не менять туда-сюда одну ручку хотя может быть в этом и есть какой-то тайный сакральный смысл и так все в сборе видите эту шайбу даже не видно там настолько майк подбирает такие значит страхующие элементы что даже визуально не видно некоторые смотришь да а там видно но за счет этого углубления логотипа скажем тогда который мы уже здесь с вами рассматривали ее вообще незаметно это здорово посмотрим по вылету на насколько у меня получится это передать видите вот здесь более-менее видно пока бликов нет посмотрим и в диагональ такой ну когда тебя посмотрю даже ближе к минимальному вылету и все смотрите вот так вот видите нет если вот так конечно кажется большой выдал здесь вот пошла игра света и тени кажется что неравномерно на самом деле равномерный так и здесь и здесь красота да и только весь этот станок я думаю что грамм наверное 150 плюс а я вот просто хочу сразу посмотреть как она будет действительно ли так если мы с вами немножечко ошибаемся по мне так он очень тяжелый весомый такой на пятку сразу так шикарная пятка 131 ну чуть-чуть вместе с лезем мне казалось аж 150 грамм 131 и с копейками и посмотрим еще полюбуемся просто можно любоваться очень долго на эти станки просто шикарные обработки ведь как все детализировано насечки накатки для любителей бриться на мизинце это просто бритвенное счастье посмотрите покажу он даже никуда не выпадет вот просто плотно встает и все тут как будто тут и было так давайте мы с вами сейчас попробуем а что мы с вами попробуем подождите фокус приди а попробую все-таки с вами вставить лезвие для другого станка многие жалуются мне писали не показываешь как вставляется лезвие особенно ну скажем нестандартные половинки там или другие для с эффект боевых цель везде хочу показать ну в общем то может быть действительно людям мне кажется что этот ролик дружеский и это прикол ну тут ничего сложного нет может быть для тех кто только впервые попадает на такую тему на такие каналы это очень просто делается в общем никакого труда не составляет главное просто все это аккуратно сделать и вы знаете давайте-ка я наверное свинчу свинчу ручку от другого станка так ручка стандартная точнее резьба м5 так что если какую-то хотите заменить другую у вас не возникнет никаких проблем видите все четко встает и посмотрим односторонний станок под половинку обыкновенных лезвий эти все как красиво и вылет по моему удачно здесь можно показать хотя это бывает крайне редко я уже говорил про это миллион раз за счет того что блики игра света и тени не дает нам четкой и полной картинки здесь все с этим нормально посмотрите красота красивые станки вы знаете я наверное взвешивать этот не буду потому что ручку можно любую прикрутить хотя знаете давайте чисто номинально вот с тонкой ручкой она гораздо легче чем та которую мы видели минутами ранее ну просто на вскидку так знаете с такой ручкой сколько будет весить станок но она полегче 84,9 вместе с половинкой лезвия ну естественно если прикрутить вот эту то получится гораздо больше получится все 130 с лишним грамм как было уже ранее так посмотрим что у нас здесь что у нас тут взвесили давайте еще раз полюбуемся этими красавцами мне знаете даже наверное не жалко времени потому потому как многие говорят там затянуты иногда бывает обзора я считаю что нужно подробно рассматривать особенно для тех которые начинают свой путь во влажном классическом бритье ну и соответственно для тех наших бритвоманов которые получают эстетическое наслаждение от данных станков я вам скажу честно и откровенно для меня бритвенный станок это не только предмет для бритья но и предмет для эстетического наслаждения это серьезно это правда когда красивая дорогая особенно тяжелая вещь до выполненная с какими-то вензелями вот с такими радиаторными пятками это это прекрасно и на это можно долго смотреть долго любоваться убрать куда-нибудь в шкаф в шкафу коробку или кто где хранит потом достать и собственно говоря то же самое произвести видите логотипы здесь я еще тоже не показал поближе покажу тоже логотип компании здесь есть ли нет нет здесь только на нижней плите вот здесь где закрыта где закрыта ручкой я не могу красота просто так ну давайте можно любоваться долгу на же еще одна посылка еще надо сделать одно откровение открытия я вам сразу скажу будут говорить и спалерить что это помазок такого помазка у меня еще не было точнее не такого а от данной компании и сейчас я попытаюсь сюда здесь и сейчас это все сделать если у меня оба хватит на это сил времени и нервов ох ты давайте я немножечко так вот сделаю покрупнее кадр чтобы было всем видно ведь коробка коробка фирменная на коробке у нас значит что логотип компании это мужчина в шляпе в очках с усами и бабочки такой джентльмен джи дим джи если я правильно называю название компании шевен браш и посмотри как теперь смотрите как открывается потому что у всех я уже якин облатыкался открывать знаю как а здесь вот как надо подождите а давайте вот здесь они ну здесь на все вот так вот еще пока покажем кто любит читать и высказывать не периодически претензии почему я не показываю надпись ах вот все ларчик просто открывался просто сбоку ну и посмотрим что у нас внутри ну что там такое видимо благодарственное спасибо за то что посетили нашу компанию купили какой-то скидочный qr-код ну и в общем то ничего особенного нет тут нас это не особенный интерес бог ты вот для для тупых написано роман викторович open открой здесь ой матушки родные насмешили меня насмешила компанию смешил я сам себя блин так и помазок помазок он не низок невысок небольшой немаленький уже вижу какой-то желтенькой удаленькой какая-то пчелка ползет ползет вот какие-то у нас видите здесь медово-пчелиные тона ух какой большой узел это у нас братцы барсучок он немножечко сейчас знаете ли в состоянии спячки находится поэтому он немного такого принял конусообразную форму на самом деле здесь будет после первой промырки вот такой вот взрыв зонтик значит менять распушиться и все будет просто здорово я думаю что не менее 20 наверное 6 хотя барсук обманщик может быть и 24 миллиметра есть какая же красота это вот наклейка интересно или нет это это прямо такая вот впечатанная у нас понимаете получается до логотип шляпа не поместилась видимо потому что видите здесь логотипе присутствует шляпа здесь как будто сфотографировали человека ну скажем по лоб до мужчину этого джентльмена да красиво выразительно такая конкретная ручка она может быть не совсем барберская не такая вот длиннющая да как многие любят но оставляет понимаете приятное впечатление особенно по цветовой гамме понимаете видите здесь какие переходы множество множество тонов полутонов и в общем очень красиво пятка меня радует это просто пятка да здорово но если здесь конечно нет надписи да я не виду из пустая пятка здесь надпись а здесь вот меня всегда вот эти монетки какие-то в клейки вот такие вот очень и очень мне это импонирует я прям замираю даже на таких моментах видите как будто такая вот что-то такое деревянное под дерево сделано здесь гладко примут завальцовано прям очень приятно тактильно ощущать в общем то на этом наверно можно и заканчивать но я хочу еще взвесить помазок и просто в сухом виде сухом остатке сколько получается у нас в граммах только и всего а только и всего у нас получается 110 целых до 110 грамм ровно ну в общем то на этом можно и заканчивать хочу выразить благодарность огромное спасибо за такие прекрасные бритвенные штучки дрючки как у нас некоторые выражаются это и помазок и лезвие для станков и сами станки понимаете а у нас же еще и мыло было в начале распаковки значит мыло мы тоже должны вернуть в кадр да вот и мыло и станки и помазок и вот такая вот нас композиция все вместе получается дорого богато что несказанно радует вот так вот наверное вернее будет потому что мужчину надо развернуть джентльмен нашего ему неудобно будет бриться если мы его повернем как-то боком лезвия интересными таких еще не попадались не встречались а на этом у меня на сегодня все я желаю вам бриться от души бриться для души и бриться с кайфом до новых встреч